В эфире телеканал АПС программа «Городские подробности», главные итоги уходящих 7 дней. В студии Артемий Заварзин. Здравствуйте. Здравоохранение, образование и социальная поддержка населения. Вот лишь малая часть тем, которые накануне обсуждались в Ломоносовском Доме культуры. В рамках рабочей поездки глава региона Игорь Орлов и мэр Архангельска Виктор Павленко встретились с жителями округов Майская горка и Варавина фактория и обсудили насущные вопросы. Одной из волнующих и актуальных накануне 1 сентября стала тема образования. Глава региона Игорь Орлов отметил, что указ президента об обеспечении местами в детских садах как в области, так и в в детском центре. Выполняются примеры тому детский сад на улице Добролюбова в Северном округе, Сиверка в Майской горке и совсем скоро открытие детского сада на 280 мест на улице Розы и Люксембург. По обеспечению детей местами в детских садах от 3 до 7 лет, и область практически в этом году закончат этот проект, построив за 3 года 23 детских дошкольных учреждения. Мы предоставили более около 4 тысяч детских мест в этих детских садах вместе, правда, с реконструкцией, формированием новых групп в прежних детских садах, которые у нас были. Но мы, по сути дела, совершили прорыв в этой области, и никогда такого объема строительства детских дошкольных учреждений в истории Арханской области не было. В целом ряде муниципальных образований мы вышли уже на обеспечение детскими садами детишек от полутора лет. Перемены происходят и в системе школьного образования. Городские и региональные власти не просто открывают новые учреждения, такие, например, как 69-я школа в Цыгламине, но и внедряют новые стандарты. Школы становятся настоящими образовательными центрами. Мы сейчас находимся в стадии начала подготовки проекта по началу строительства большого количества школ, зданий школ, в целом ряде муниципальных образований. Мы вот за эти три года сдали четыре школы большие, в этом году будет четвертая, на 860 мест в Урдоме. А вообще нам уже сейчас лежат документы, и мы запустили еще четыре школы. В целом надо нам построить не менее десятка школ, решая первостепенную задачу ухода от двухсменной системы обучения. Нам нужно освободить детей, перевести их в первую смену обучения. Это задача первостепенная. Знаменательно, что в реализации стратегических проектов особая роль отводится Архангельску. Касается это и сферы дополнительного образования. И вот инновационный технический центр для детишек, построенный в Соломбале, созданный в Соломбале руками энтузиастов, привлечением региональных и федеральных средств, это вообще, я считаю, очень высокого уровня системы дополнительного образования. Я в пятницу, в субботу, я работал в Вологодской области, в Вытикре, мне там показывали некое подобие того, что сделали у нас в Соломбале. Могу вам сказать, что в Соломбале, когда речь идет о техническом образовании детишек, у нас более высокий уровень. Мне было приятно это видеть, поскольку мы не поскупились и сделали это действительно с участием предпринимателей на достойном уровне. Отдельный блок вопросов от горожан был связан с системой льгот. У северян вызывает обеспокоенность множество законодательных инициатив, в том числе на федеральном уровне, которые предполагают серьезные коррективы обеспечения льготами. Глава региона заверил. Мы не собираемся не износить никаких изменений в действующую систему социального обеспечения под нашими тем людям, которые получают те или иные виды льгот. Мы сохраняем их и будем обеспечивать, решая задачи адресности этих льгот и формирование условий для того, чтобы люди достойно жили. Вопросы, задаваемые архангелогородцами, касались как глобальных перспектив развития области, так и конкретных ситуаций. Например, Елена Гурьева серьезно обеспокоена проблемами в филиале 4-й поликлиники на острове Краснофлотский. Мы писали к вам письмо по здравоохранению. У нас в поликлинике, от 4-й поликлиники и в филиале Краснофлотском. Значит, у нас нет педиатра уже несколько лет. У нас течет крыша тоже несколько лет. Мы написали вот эти вопросы к вам в правительство. И нам пришел ответ. Значит так, филиал будет ремонтироваться при формировании проекта бюджета на 16-й год. Значит, будет внесен как бы в ремонт. Ремонт будет сам происходить с 17-го, 18-х годами. Это значит, в два с лишним года наши доктора и медсестры будут бегать с тазиками, а мы будем сидеть с зонтиками на прием и на процедуру. Я прошу обязательно посмотреть на режим работы главврача этой поликлиники. В каком плане? Ведь своевременность заказа, своевременность заявки, своевременность обращения в значительной степени определяет и последующую реакцию. Поэтому, конечно, если течет крыша, полное безобразие крышу нужно сделать никуда не откладывая. Что касается более глубоких ремонтов, то, конечно, это требует других вложений. И, возможно, мои коллеги имели в виду именно этот вопрос, связанный с более сложными ремонтами. Что касается крыши, Алексей Викторович, давайте мы посмотрим, и это недопустимо. Мы крыши везде, как и мосты, ремонтируем в первую очередь. Обеспокоенность жителей острова Краснофлотский вызывает не только ветхое состояние зданий медицинских учреждений, но и проблема с профессиональными кадрами. На острове Краснофлотский на сегодняшний день проживает около 2000 человек. Из них 600 инвалидов, 500 детей. На основании поступившей информации на острове в ближайшее время будет прекращен прием врача семейной общей практики в поликлинике номер 4 Русановой Галины Владимировны. Приемы два раза в неделю проводили по два часа. Будет закрыта амбулатория, физиопроцедурный кабинет и аптека. Причина закрытия – ветхая кровля здания амбулатории, которая протекает. Здание амбулатории – это пристройка к пятиэтажному живому дому у улицы Трудовая 4. Я прошу заместителя министра служебное расследование до пятницы. У меня данные. Если главврач позволяет себе так разговаривать с пациентами, я ставлю вопрос о ее профпригодности. И, соответственно, безусловно, вы знаете, вот тот, кто сказал вам, что закроет амбулаторию на острове Краснофлотском – это враг. Нам с врагами не по пути. Мы будем с ними разбираться и избавляться. Во время рабочей поездки место нашлось не только вопросом, но и словам благодарности. И, что важно, и инициативам, с которыми северяне выходят как на региональный, так и на городской уровень. Хочу выразить вам благодарность за поддержку нашего проекта «Арктические ветра», который состоялся в марте этого года, гонки на мотоподсировщиках. Мы делаем много для развития молодежи, но вопрос я хотел задать такой. У нашего молодежного культурного центра есть площадь, которая, ну, небольшая площадка, да, на Краснофлотском, которую можно оборудовать. У меня есть инициативные люди, которые готовы даже заняться благоустройством. Есть люди, которые хотят и могут преподавать какие-то спортивные. У меня работает инициативный кружок там на филиале, но на улице не могу провести, решают деревья. Старые поля, там, порядка больше 20 штук, а уборка одного такого тополя стоит больше, по-моему, 10 тысяч рублей. Я узнавал решать этот вопрос с администрацией. И на это в администрации пока нет денег. Вращайтесь туда же. Они должны этим заниматься. Это их прямая задача корпорации развития подобного рода проекта поддерживания. А я вам обещаю пошептать им, чтобы они обратили на это внимание. Хотя обязательную часть представления проекта и объяснение его там социальной, общественной значимости, вам все равно нужно пройти коллегам. Вопросы северян были посвящены и перспективам развития всего региона и, безусловно, областного центра, особенно в плане экономики. Многие наслышаны о новом формате программы развития Архангельска. На вопросы, как она будет работать, глава региона ответил, работать документ будет комплексно, создавая благоприятный климат для инвесторов. Мы должны видеть хорошее, мы обязаны видеть то, что делается вперед, в будущее и так далее. Без крупных предприятий, без якорных компаний, которые будут ярко проявляться здесь, в городе Архангельске, у нас будущего быть не может. Именно поэтому сегодня и с руководством города, и в рамках моих разговоров, ведь вы посмотрите, фонд развития промышленности, агентство стратегических инициатив, фонд поддержки социальных инициатив, фонд развития малого и среднего бизнеса, они все едут сюда, потому что мы просто их за шкирку сюда тянем. Сколько можно вкидывать деньги в Москву и Петербург, дай Бог здоровья этим столицам, они нужны здесь, там, где действительно востребованы они будут и через человеческие знания, опыты и руки. Поэтому мы этим занимаемся. Это непростая задача. В течение довольно длительного времени формировался такой имидж депрессивного региона. Но могу вас заверить, что мы малыми шагами, потому что это не очень просто, этот имидж меняем. Мы будем, конечно, делать наши яркие проявления, ведь почему-то я не ощущаю гордости тем, что мы сегодня добываем 20% алмазов Российской Федерации. Нигде никто не говорит и не размахивает флагом, что мы сегодня единственная алмазоносная провинция Европы и всего континента. Но главное, по мнению Игоря Орлова, достояние региона – это его жители, которым не безразлична судьба родной области и города. По мнению главы региона, самый правильный вектор развития – это вектор, основанный на традициях и связи поколений. И вот всю последующую жизнь я живу в Архангельской области. Живу в Архангельской области. И помор я или не помор, у меня родились здесь двое детей. Я здесь вырос с молодых ногей, простого инженера. При вашей поддержке губернатора, я вообще не мыслю себя без этого края, без этих просторов, без этой земли. Поэтому вы соломбалится, я будем считать, как это, принесенный по-моему. И когда мне говорят, что нужно в отпуск съездить, так я предпочитаю забираться аж в район Березника. И там так хорошо. И небо тоже, и земля та же, и люди те же. Хотя иногда приходится и подальше ездить, но в командировку. Поэтому, вы знаете, у меня к этому особое отношение. И я не просто так пошел на шаг, с обращением, которое я пошел к президенту, когда попросил его доверия. И я понимал, что то, за что я взялся, требует и больше сил, и больше поддержки. И, конечно, очень рассчитываю на то, что эта поддержка состоится. Что касается остальных проектов молодежи нашей, знаете, я вам скажу, у нас удивительная молодежь. Хотя разрыв поколений существует. Я много общаюсь с ветеранами, с молодежью. И то, что мы где-то в какой-то момент разорвали эту связь, это вообще большая беда, которую нам обязательно надо исправить. Нам нужно их любить, потому что они еще, дети малые, и их надо по-особому, может, воспитывать, что-то преподавать и поднимать. Каждая такая рабочая поездка становится основанием для множества поручений. Но еще большим основанием она служит для новых проектов и стратегий. В их реализации региональная и муниципальная власть будут участвовать совместно. Следующая рабочая поездка была в Соломбальский округ. В разговоре с главой региона Игорем Орловым и мэром Архангельска Виктором Павлинко, соломбальцы подняли немало актуальных тем. Подробности в следующем материале. Региональная программа капремонта. Резонансная тема последнего времени стала предметом разговора главы региона Игоря Орлова с жителями Соломбальского округа. Горожанам не до конца ясна система оплаты взносов и, главное, какова цель нововведений. Нам приходят эти квитанции по капитальному ремонту. Там такая неразбериха. С такими долгами. Да плюс еще заплатить надо 15%. До того момента, когда появился фронт капитального ремонта многоквартирных домов, когда был срок ремонта вашего дома? Никогда. Ваш дом должен был быть разрушен после того, как пройдет срок его эксплуатации. Государство, понимая, что тема эта очень непростая, ее надо решать, предложило создавать фонд капитального ремонта многоквартирных домов, исходя из определенных правил. Невозможно сразу взять миллион рублей на капитальный ремонт. С человека 300 тысяч, 100 тысяч и так далее. Предложили, давайте мы будем накапливать эти деньги из расчета 6 рублей 70 копеек за квадратный метр с каждого жилого помещения. Но при этом под подобного рода накопление сделаем график. Обнародуем, он есть в открытой печати, он в интернете, это висит. И все будут знать, что сегодня, сдавая 6 рублей 70 копеек за квадратный метр, в 2029 году в его дом придет капитальный ремонт, который должен быть сделан по всем правилам. Создав этот инструмент, государство продолжает его совершенствовать. Нам нужно обязательно позаботиться о том, чтобы наши дома не пришли в такое же состояние, которое мы сейчас имеем по аварийному жилью. Это совершенно очевидно. Для этого нужно вовремя проводить ремонт, вовремя заботиться об этих домах и заниматься их поддержанием. В этом году мы получили 75 миллионов от фонда реформирования ЖКХ в этот фонд и внесли свои 75 миллионов. То есть помимо того, что собирают люди, мы внесли туда еще 150 миллионов рублей дополнительных денег, стремясь сократить сроки прихода к моменту ремонта тех домов, которые находятся у нас в графике. Не хотите фонд? Создавайте свой счет, на котором будут накапливаться эти деньги. Причем это важное условие, мы требуем на том, чтобы это было сделано. Причем можете дальше там решать, как вы это будете делать. Но то, что дом должен быть готов к последующему капитальному ремонту, это очевидно. Иначе он рухнет. И ни вашим детям, ни внукам ничего не останется. Северяне не обошли стороной другую тему – доступное социальное жилье. За последние годы городской региональной власти удалось сделать в этой сфере значительный прорыв. Были сданы две очереди социальных домов на улице Конзехинской, а также на улице 40 лет Победы в Северном округе. Всего за несколько лет по программам, финансируемых с привлечением средств фонда реформирования ЖКХ, областного и городского бюджетов, было расселено 75 аварийных домов, в которых проживали более 2000 человек. Сегодня горожан интересуют перспективы. Хотелось бы узнать, какие меры мэрия города Архангельска принимает для исполнения судебных решений по предоставлению пригодного для проживания жилья, а также какие масштабные проекты строительства у вас планируются, что конкретно будет строиться, в какие строки. Совершенно очевидно, что мы не решим эту проблему без, как вы сказали, большой стройки. Именно поэтому мы, понимая, что здесь нужно иначе подойти к проблеме, приняли решение, что вопрос Архангельска конкретно, а вообще в целом это принято по области, по аварийному жилью мы подняли на региональный уровень. И вот, по-моему, с июля этого года мы взяли компетенции, связанные со строительством жилья для переселения из аварийных домов в областное правительство. Сейчас мы договорились, опять-таки здесь все равно без муниципалитета никак, мы все равно взаимодействуем, мы договорились о том, что мы выделим два участка, один из них находится за домами ветеранов, для масштабной застройки там было построено несколько многоквартирных домов, 27 тысяч квадратных метров, именно только под переселение из аварийного жилья. Начало строительства в следующем году, плановый срок строительства от 18 до 20 месяцев. Помимо собственного строительства, на которое нам дает деньги федерация области город, мы еще потратим где-то порядка 300 миллионов рублей на инфраструктуру, туда нужно подвезти воду, там, ну, все коммуникации. Мы собираемся это все сделать для того, чтобы сделать правильный решение программы. Второй блок такой застройки где-то, по-моему, в районе 6-го района, где-то там еще что-то мы планируем, тоже такую комплексную застройку сделать. То есть, в принципе, понимание того, как мы решим задачу в рамках фонда реформирования ЖКХ, то есть переселения по программе, мы решаем. Вернее, видим, как решать, и определенные планы, в том числе и финансы у нас есть. Что касается тех, кто стоит по судебным решениям. Конечно, я могу достаточно легко и непринужденно ответить, что это находится полностью у компетенции муниципального образования, и то, как они будут решать эту задачу за счет высвобождаемого жилья, маневренного жилья, это находится в их компетенции. Хотя, конечно, это для Архангельска не очень красивый вариант. И то, что мы сегодня вместе с городом ищем решение и этой задачи, это тоже факт. Впрочем, при обсуждении жилищной темы на встрече нашлось место и конкретным жизненным ситуациям. Под домом стоит вода. Мы делали заявку в ЖКХ, по телефону все время звонили. У нас один ответ, что то нет у материала, то нет у клубников. Мы с точки разводились, крыльцо разводилось. Записывайте. Кемская 4, квартира 7. В течение ближайших двух дней у вас побывает жилищный инспектор. Большое спасибо. Давайте жилищную инспекцию, будем проверять, что это. Дорожное строительство продолжает оставаться предметом совместной работы властей региона и муниципалитета. В 2015 году только в областном центре отремонтировано около 10 километров магистралей. Примечательно, что на эти цели Архангельск получил средства не только из городской, но и областной казны. Глава региона Игорь Орлов дополнительно выделил 100 миллионов рублей для ремонта особо значимых транспортных артерий. Сотрудничество, которое сейчас существует между правительством Архангельской области, мэрией города, общественниками, депутатами дает свои результаты. Я вот сегодня ездил, смотрел ряд дорог, в том числе по пути проезжал. Конечно, приятно, когда дорожная одежда меняется в Архангельске, и это очевидно востребовано со стороны жителей всех, да и это другой облик города. Мы при этом, как областная власть, имеем масштабные задачи по развитию дорожной сети областной, и трасса М-8, которую мы сегодня в взаимодействии с Аэросавтодором масштабно реконструируем. Наши проекты по трассе Принаволок-Плесецк – это дополнительные финансовые средства, выделенные государством в этом направлении. Наши планы по подлазской дороге. Безусловно, поддержание существует в следующих дорогах. Поддержаны будут не только дороги, но и места отдыха горожан. Одно из них – набережная Георгия Седова, где за счет областного бюджета будет проведено берегоукрепление и реконструкция. Северян волнует – когда? Игорь Анатольевич, когда у нас будет набережная сделана? Скажите, пожалуйста, каждый год вроде выделяют деньги по 500 миллионов. В 2013 году, в 2014 году выделяли деньги. И до сих пор, я смотрю, там только одни лотки. Когда, в конце концов, двинется, понимаешь ли, у нас набережная? Нам некуда ходить, пожилые мы ем, понимаешь, с колясками мамы ездят, ну и проезжные части машины ходят. Как быть нам это? Мы обратились за этими деньгами в федерацию, они нам согласились помочь, при условии, что мы предоставим проектно-сметную документацию. Я уже где-то говорил в высоком собрании о том, что в этом году мы завершили разработку проектно-сметной документации. Это надо сделать, не может набережная появиться, потому что мы начали там камни перекладывать. Поэтому мы сделали весь проект. Он сегодня прошел государственную экспертизу, и мы представили его в федерацию. Буквально, вы знаете, так сложилось случайно. Я в пятницу был на встрече с руководителем Росводресурса, и она подтвердила мне о том, что на следующий год начало финансирования строительства этой набережной предусмотрено. Мы рассчитываем в следующем году эту работу начать. В завершении встречи глава региона отметил, болезненных вопросов у северян много, но еще больше конкретных идей и инициатив, благодаря которым дальнейшая совместная работа городской и областной власти будет успешно продолжена. Каждый раз, говоря о той или иной деятельности государства, мы сегодня очень хорошо осознаем, что мы ничего не сможем сделать, ничего не сможем привести к правильному результату, если не будем постоянно находиться в контакте с нашими гражданами, с жителями города Архангельска, любого другого муниципального образования. Потому что без вашей вовлеченности в процесс улучшения, в процесс изменения жизни в лучшую сторону ничего не получится. А потому будущее Архангельской области определяют прежде всего ее жители. Их неравнодушное отношение к проблемам своего дома, округа и города дает импульс новым проектам. В их реализации региональная и муниципальная власть будут участвовать совместно. А сейчас к еще одной важной теме, теме дорожного ремонта. На 14 улицах Архангельска работы были выполнены за счет средств городской казны. Финансирование составило около 150 миллионов рублей. Дополнительные средства 100 миллионов рублей были выделены из областного бюджета главой региона Игорем Орловым. На эти деньги обновляются автополотна на нескольких магистралях, среди которых дороги на улицах Белогорская и Селикачиков. Работы по укладке асфальта там уже завершены. Работы на улицах Белогорская и Селикачиков подрядчик предприятия автодороги начал на прошедшей неделе. Специалисты оперативно провели фрезерование. Всего за несколько дней полтора километра автополотна оделись в новый асфальт. Поготовлены обочины для их укрепления. Выполнены работы по горизонтальной разметке пешеходных переходов. Пешеходы и главная автовладельцы уже успели оценить обновленные дороги. Полотно хорошее, замечаний нет. Раньше была дорога убитая. Сейчас хоть можно ездить без проблем. Качественное решение дорожной проблемы оценил и мэр Виктор Павленко. Градоначальник отметил, что проведенный ремонт дороги в Малые Карелы – пример конструктивного взаимодействия городской и областной власти. Муниципалитет проводил работы на средства, выделенные главой региона Игорем Орловым из регионального бюджета. Было решено среди первоочередных задач, вот из 100 миллионов, которые выделил губернатор Ахальницкой области Игорь Анатольевич Орлов, вот эту дорогу включить первоочередные. Это важный очень участок. Нам удалось до поворота на кладбище Жировиха сделать два года назад. И, конечно, этот участок был в ужасном состоянии. Поэтому это, прежде всего, дорога поселку Силикатчиков, конечная остановка автобуса. Это дорога в районы области, дорога Малые Карелы, лыжный стадион. То есть важная такая составляющая. Ну, работами я лишь визуально, еще раз говорю, доволен. Полный комплекс работ подрядчик завершит в течение нескольких дней. Будет нанесена дорожная разметка, обустроены обочины, а также обновлены подъезды к домам поселка Силикатчиков. Подготовка к грядущей зиме для городских и областных властей – это не только проведение больших ремонтов на теплосетях, но и контроль транспортной доступности островных территорий. Речь, прежде всего, о безопасности перевозок. Вопрос этот глава региона Игорь Орлов и мэр Архангельска Виктора Павленко накануне обсудили на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка. Один из важных вопросов повестки дня – организация пассажирских переправ. Сегодня на реках Архангельской области их 69. Третий из них – в поморской столице. Мэр города Виктор Павленко выступил с предложением в адрес правительства региона консолидировать средства муниципального и областного бюджетов, выделяемых на эти цели. Летними перевозками занимаетесь и датируете вы, а зимние в межсезонье мы. Но период тратим на буксеры порядка 53-54 миллионов рублей. Может быть, это объединить, мы готовы отдать в едином, и тогда бы это была экономия бюджетных средств. Потому что здесь и Приморский район есть, и рядышком где-то наши паромные переправы, и Приморского района, это дало бы экономический такой бюджетный эффект. Технология одна, а перевозки разделив, мы получаем хорошим рынок, создаем условия для разных других входов. Но то, что можно было посмотреть это как на единый комплекс, я не возражаю. Давайте мы поручим нашим специалистам провести соответствующую работу. Я не возражаю. Вопрос транспортной безопасности на реках Архангельска муниципалитет и правительство региона продолжат держать на особом контроле. Считанные дни и даже часы остались до Дня Знаний. Все 115 образовательных учреждений Архангельска полностью готовы к началу нового учебного года. Школы Поморской столицы откроют свои двери для 35 тысяч юных архангелогородцев. Насколько готовы к встрече с ребятами педагоги и какие задачи перед ними ставит нынешнее время? Эти вопросы стали центральными на традиционной августовской конференции. Качество образования, повышение квалификации и социального статуса педагога. Такие приоритеты в одном из своих выступлений обозначил президент страны Владимир Путин и на августовской конференции педагогов. В Архангельске эти направления были в центре особого внимания. Ресурсная база для модернизации образования в Поморской столице есть, о чем свидетельствуют и показатели, с которыми наш город входит в новый учебный год. Гордостью областного центра являются школьники, окончившие учебный год на 4 и 5. А их у нас с вами 15 287 человек. Несомненно, достижением 2015 года является рост показателей успеваемости девятиклассников. На 2015-2016 год в детские сады города направлено 4042 малыша. Можно констатировать и очень уверенно, что проблема дефицита мест для детей, достигших трехлетнего возраста, в городе отсутствует. И в этом заслуга совместной работы администрации города и педагогов школы детсадов Архангельска. Педагогам, которые преуспели в этом больше остальных, мэр Архангельска Виктор Павленко вручил грамоты и благодарности среди отличившихся и коллектив 62-й школы, где сформировано 8 кадетских классов. Классов, которые успешно себя проявляют. На базе нашей школы создан военно-патриотический клуб. И плюс еще работает общественная организация военно-патриотическая, тоже под таким же названием Орден. Мы работаем совместно в тандеме. И очень хорошо у нас идет вот наше военно-патриотическое восприятие. Любовь к Отечеству юным жителям города Войнской. Слава Архангельска прививает и Александр Фомин. Он возглавляет Центр технического творчества и досуга школьников, который накануне завершил работу оборонно-спортивного лагеря «Архангел». Популярность его сильна настолько, что в этом году для ребят пришлось увеличивать количество смен. Подобран коллектив, который готов, коллектив энтузиастов, который готов работать и готов работать по-новому творчески в современных условиях. Реалии таковы, что педагог становится не профессией, а миссией в современном обществе. Это, обращаясь к учителям, отметил мэр Архангельска Виктор Павленко. Отрадно, что образовательный вопрос решается не только в качественном, но и количественном измерении. И так, за несколько лет мэрия Архангельска совместно с педагогами открыли около трех тысяч новых мест в существующих детских садах и ввели в эксплуатацию восемь учреждений. Вам огромнейшее спасибо за главное, что вы делаете. Выполняете государственную задачу, которые определены, к счастью, возвратились. Это всегда была главная государственная задача, но сейчас президент Российской Федерации, правительство снова вернулись несколько лет назад, что главное – это образование. Без образования не будет ни хороших врачей, ни хороших инженеров, и все, так сказать, как мы и заметили, уже стало как-то катиться вниз. Самый главный капитал – инвестиции в город, в область, в страну. Вы с этим очень хорошо справляетесь, и об этом говорят соответствующие показатели. С каждым годом они растут. Самым главным стандартом остается качество обучения. На сегодняшний городе Архангельска ребят, которые закончили школу с хорошо и отлично, более 53 процентов – это ваша заслуга. Это задача, которую вы, поставленным президентом, выполняете с честью. Это выше гораздо, чем уровень в Архангельской области и в России. Чуть выше по многим показателям. Спасибо вам огромнейшее. Каждый учебный год выдвигает новые требования и стандарты перед педагогическими кадрами, поэтому методическими вопросами, самоподготовкой и повышением квалификации они занимаются круглогодично. Мэрия Архангельска со своей стороны сделает все, чтобы быть не просто проводником современных веяний в системе обучения и воспитания, но и непосредственным участником ее модернизации. Далее обзор свежей прессы. В свет вышел очередной номер газеты «Архангельск. Город воинской славы». И вот некоторые темы издания на этой неделе. Включение строительства перинатального центра, а также реконструкции стадиона в Северном округе в программу развития Архангельска как областного центра позволит увеличить темп работ. Подробности в свежем номере. Вы узнаете о том, как в Архангельске отметят 74-ю годовщину прибытия первого союзного конвоя «Дервиш» и где будет открыт памятник северным конвоям. Сколько стоит школьная форма и каким требованиям она должна соответствовать. Где можно получить скидки по социальной карте Архангелогородца? Каким урожаем в этом году могут похвастаться дачники? О том, как городские власти открывают дополнительные группы в детских садах и ремонтируют муниципальные школы в репортаже в комнате Карлсона малышей ждет сюрприз. Что будет с льготами для инвалидов по взносам на капремонт? Будут ли расширять железнодорожный мост? Когда наведут порядок в сфере пассажирских перевозок? Об этом и многом другом спрашивали главу региона Игоря Орлова архангелогородцы во время прямой линии в редакции газеты. Отчет о прямой линии в свежем номере. На страницах газеты вы найдете страницу поздравлений, гороскопы, телепрограмму. Бесплатная городская газета «Архангельск. Город воинской славы» доставляется в учреждения здравоохранения, школы, детсады, культурные центры, спортшколы, центры дополнительного образования, библиотеки и органы социальной защиты населения города, а также кафе, рестораны, офисные центры Архангельска. Кроме того, газета распространяется в аэропорту Архангельск и на регулярных рейсах авиакомпании «Нордавия». Газету бесплатно вы можете получить в киосках «Роспечати». Газета «Архангельск. Город воинской славы». Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем. И последняя информация. Завтра исполнится 74 года, как в столицу Поморья пришел первый караван союзников «Дервиш». Празднование «Дервиш-2015» соберет в городе воинской славы архангельские ветеранов, участников северных конвоев и официальные делегации стран-союзниц Великобритании и США. 31 августа ветераны стран антигитлеровской коалиции откроют памятник северным конвоям. Его автор – заслуженный художник России Сергей Сюхин. Памятник по замыслу скульптора объединяет два символа. Стену, как морскую блокаду, через которую прорывались северные конвои, и корабль, символизирующий подвиг моряков. Монумент по решению мэра Виктора Павленко будет установлен на набережной Северной Двины в районе площади Мира. Это место выбрано не случайно. Именно здесь, на рейде Северной Двины, встали на якорь корабли и суда первого союзного конвоя «Дервиш». О других мероприятиях программы празднования «Дервиш-2015» можно прочитать на сайте мэрики. Такими были последние дни уходящего лета. Пусть оно не выдалось жарким, но зато было богатым на события. О них, но уже осенью, продолжит рассказывать наша программа. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова